Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, друзья, два слова хотел сказать о тех святых, которых мы сегодня вспоминаем. Прежде всего, о мученике Феодоре, Тиране. Его, правда, и утром сегодня вспоминали, но следует напомнить о том, что этот человек жил в начале IV века. Тиран, его прозвище, это рекрут, новобранец. Он только-только пришел в римскую армию, и начались одни из последних гонений христиан. И он пострадал. В начале его хотели как бы обратить, вот, и чтобы он вразумился, но он не вразумился, его долго морили голодом, в конце концов его сожгли на костре, он погибает, и о нем сведения в истории практически не осталось. То есть, это событие произошло никем не узнанное, не познанное, но его узнали уже в середине IV века, потому что в то время уже христианство было дозволенной религией, но в Константинополе в то время был император под названием Юлиан Отступник. Он приказал своим придворным воинам окропить все то, что продавалось на базаре идола жертвенной кровью для первых христиан. Такую еду было есть невозможно. Вот. И одному из епископов константинопольских приснился во сне воин. Вот. И сказал, что вся еда на рынке, она окроплена, ее есть нельзя. И епископ во сне спросил, а ты кто? Он сказал, я вот Федор Тиран, новобранец, который пострадал при таком-то императоре, вы можете посмотреть документы. И действительно, епископ такие документы нашел, посмотрел, в этих диптиках такой воин был. И еду, которую должны были покупать на базаре, на рынке, заменили на колево, которое сегодня утром мы освещали, то есть на пшеницу, которая с медом. И так христиане не осквернились вот этой идоложертной пищей. Но я, наверное, не об этом хотел вам сказать, о том, что вот тот мир, которому мы не можем прикоснуться, он рядом с нами. Мало того, мне очень нравится мысль отца Александра Шмеммана о том, что это огромная, огромная наша с вами проблема. Древняя Церковь не знала даже служения панихид, потому что все те, кто собирались в храме, собирались еще с Небесной Церковью. Представляете? То есть собиралась земная и Небесная Церковь, особенно на Литургии, на Евхаристии. У Бога нет мертвых, мы помним, у Бога все живы. И мы с вами здесь стоим, а рядом с нами стоят наши ушедшие братья, отцы и сестры. Просто мы к ним прикоснуться не можем. Древняя Церковь, которая жила в таком эсхатологическом ожидании пришествия Христа, это было как-то явно, наверное, вот ощущение, вот, что мир наполнен присутствием Бога и присутствием всех тех, кто рядом с нами были здесь на земле явным образом. Вот мы это чувство немного утеряли, но это как напоминание о том, что все рядом действительно, и что наша жизнь, она жизнь вечная. И, конечно, панихиды нужно служить, потому что мы так прикасаемся к нашим близким, родным, мы вспоминаем о них, и это очень важно, потому что за суетой современного города мы забываем об этом. А так, когда мы приходим, мы вспоминаем о том, что они действительно никуда не исчезли, они с нами рядом. Еще одна мысль мне как-то запала, я к ней так прикоснулся сердцем, о том, что очень важно помнить, что если мы даже при нашей с вами жизни как-то неизвестны людям, то это не беда. Знаете, надо делать честно свою работу, честно относиться к своим обязанностям, как те самые древние христиане, как тот мученик Федор Тиран, который по-честному остался на своем месте, но христианином. Христианином, кем и должен был быть. Вот, он не отрекся от Христа. Да, конечно, это такая мученическая смерть, она тяжелая смерть, но не суть в этом, а суть в том, что нам надо быть людьми здесь и сейчас, в том месте и с теми, кто нам дан. И, возможно, ну вот, все это продолжится как-то, и о нас узнают, а может, и не узнают, да это и не важно. Важно, что нам будет в нашем сердце совершенно иначе чувствоваться. Мы будем совершенно счастливы от того, что, ну, мы по-настоящему люди. И без Бога, конечно, это невозможно сделать. Об этом отец Александр Шмеман тоже часто говорит, что вся наша жизнь должна быть пронизана, пронизана, пронизана верой, пронизана Евангелием. Вот так, на каждом нашем месте, где бы мы с вами не были, уборщики или там директора, неважно, вот равняться на Евангелии и идти этим путем. И, собственно, второе наше с вами воспоминание о тех сорока севастийских мучениках. Они тоже воины. Вот, и помните вот эту историю, когда их загнали в озеро, в холодное озеро, и один из них не выдержал и вышел из этого озера, а другой присоединился. Вот я тоже всегда думал об этом. Вот что его могло сподвигнуть? И я думаю, что он был дружен с теми, кто там стоял. Он просто видел вот эту веру, видел это мужество. И он не смог оставить своих товарищей, понимаете? Не смог оставить своих товарищей. И он стал тоже христианином, несмотря на то, что был язычником. И это тоже какая-то такая вот мысль для каждого из нас, да? Учиться дружить с теми, кто рядом. Да, мы друг для друга, вот как, не знаю, пример того, как жить в этом мире. И наш пример может взять и повлиять на жизнь рядом с нами стоящего человека. Но для этого действительно нужно и в себе что-то нести, в своем сердце. Вот. И если к этому не стремиться, если выбросить это, если наша жизнь сама не будет прикасаться к Творцу, то что мы можем передать? Вот ничего. А Господь, ну, если захочет, Он призовет нас в таких подвигах. Но сейчас даже очень важно прожить какую-то жизнь, скажем, семейную. Вот семейная жизнь при наших разводах, это, ну, не знаю, это чудо, когда два человека, два человека находят общий язык между собою, и этим теплом, которое есть в них, могут поделиться с другими. Вот это чудо, действительно, которые остаются верными друг другу всю свою жизнь. Вот. До того поры, когда Господь их призовет. Это ведь тоже огромный пример для современного мира. Честно исполнять свою работу, честно делать все то, что дает нам Бог в этом мире. Вот. Но без Него, мне кажется, это просто невозможно. Он дает нам силы к этому прикасаться. Особенно, когда мы все вместе собираемся за Евхаристией. Поэтому я каждого из вас завтра приглашаю на детскую литургию быть вместе. Быть вместе за этой трапезой, за этим столом, вместе с Ним. Вот. Чтобы нам чувствовать Его присутствие, чтобы нам это потом присутствие нести тем, кто этого не чувствует, кто этого не понимает, кому больно, трудно, тяжело их озарять этим светом, который может идти от каждого из нас. Ведь мы все призваны быть этими апостолами, этими примерами. Пусть маленькими, пусть недостойными, пусть двоечниками. Ну, хоть немножко согревать тех, кто рядом с нами. Давайте об этом не забывать и как-то к этому стремиться. Вот, наверное, что я хотел сказать сегодня, в День памяти Феодора Тирона и сорока севастийских мучеников. Англо-хранители всем пути, с миром изыдем. Напоминаю, что завтра у нас будет детская литургия. У меня огромная просьба. Особенно к братьям приходите, и к сестрам тоже. Нужна помощь каждого. Просто нужна, важна. Не думайте, что без вас обойдемся. Господь без нас здесь, на этой земле, не обойдется. И мы все друг в друге нуждаемся. Аминь.